мы снова на месте всем привет дорогие друзья мои лысина вас тоже горячо приветствует ну что мы готовы смотреть вторую карту bb team one move но перед тем как мы перейдем к драфтам и прочее вот этой аналитике мы посмотрим еще один вопрос от вас и я польщен что вы заготовили так много давайте посмотрим что там за следующий вопрос желательно сразу с ответом конечно же чтобы мы не ударили в грязь лицом прерывается ли black hole с помощью frostbite это колба я знаю что этот frostbite он сейчас как root effect же работает и по-моему был хол не прерывается значит по-моему про по-моему прорывается а я скажу я скажу что я скажу что не прерывается не прорывается я скажу что не прорывается то есть если у тебя тренд дает ультимейт это не прорывается рост дверка вон там выйди пожалуйста я готов на следующий я на мейдинге не играю поэтому вообще корот эффект же по моему колба работает ну честно я ну ладно чтобы было нормально я сказал так чисто как вот подсказывает вот тут серое вещество но я этого не знал я просто наука я уже смотри я уже типа захожу и сейчас бац сбивается все они сбиваются это очень плохо это получается что наш уважаемый нигма сейчас а где вернуться вот это на если у тебя получается что если у тебя ну этот рот эффект не сбивается то ценность нигма она возрастает разы потому что и так у нас там проблема на каждом турнире этот был клон невозможно сбить а сейчас у тебя получается что еще часть героев ее сбить не может так неподвижный там создать и нигма а вот туда туда штуку сейчас подушка подушечка она где-то здесь должна появиться то я смотрю вообще нормально его сверху нет вообще знаешь что сейчас самое жесткое в доте вот самое жесткое в доте это сейчас вот эта мейдинга которая нажимает эту штуку блин сейчас привыкнуть когда мы мейдинга который нажимает эту штуку вот это самая жесткая сейчас я уже на регулярной основе вижу рампашки это он еще катается на своем шерде и так далее это вот скажем так скрытая имба которая многие недооценивают я первый раз будет от ежика кстати в доте она не появляется смотри что мне сделать для этого не хочет появляется ну ладно мы или иначе ответ у нас есть не сбивает это дело блэк холл лост тебе вот вопрос такой ты видел что делает сейчас новая гоним у кентавра не надо будет такси прикольно да посчитал новостью все это новый новый герой для коллапса на за интернешнл кстати вовремя выпустили идеально и знаешь что самое интересное допустим нигма кастует блэк холл ты сажаешь его в телегу в это время увозишь его куда-то а он все равно кастует это классика история это классика короче в тебя тебя везут тебя везут на тебя нельзя на поражать таргет скиллы но ауешными скиллами тебе можно сбивать соответственно прокаст и вот это вот майденка майденка в такси нормально может ульты кастовать и просто увезти сколько угодно сколько у тебя в тележке столько и касту и не если очень много таргет скиллов очень много таргет скиллов а у тебя есть какая-то камба неплохая да вот типа мы кристалмейден что-то из этой серии тоже смотришь там я тоже не плохо заходит посмотрим ладно у нас снова визаж появляется сигнатурный для бб тим думаю что дохак опять попытается устроить соливарню но разор шейкер опять шейкер на fp от ван мув не слышит здоровье но сейчас уже получше хотя бы они с резером уставят это уже какая-то какая-никая меняемая лень присутствует или не пока не надо сейчас и вы мне не показывайте я пока тут посмотрю я тут могу сейчас что буду тестить экспериментировать вообще давно мечтал чтобы этот ком был включен и вообще щелос про заходит играет папчик и мы такие вдвоем но так и так вот но на из из примечательного что у нас худлинг в бане кстати вот этот товарищ на батрайдере в бане и бристлбэк слава богу то что бристлбэк конечно тоже практически в каждой катке уже глаза от него болят ну а так зоопарк до половины запрещен у команды ванмуф это очень очень хорошо дерется против визажа он опять же иголками птичек ломает некомфортно в драке ты их можешь периодически не успеть посадить нормально потому что только демиджи влетит хочу клинг за именно клинг за этом она и те будет его кто-то за тест 100 процентов чему по проценту этот огнемет сделали шесть стрелку 3 4 5 6 было помощь 6 да ну и я говорю я взял а там еще добавили шмотку которая у тебя временно отнимает вам то ли то ли 10 то ли 15 процентов хп но при этом дает тебе бонусом 40 урона а ты ну понимаешь да насколько это смотрите вот момент включите мой экран я просто покажу как бы я это почему как у меня логика смотрите есть эффект ацепенение правильно смотрите касту и блок ол да вот мы даем к обу оцепенения боковой сбивается правильно теперь смотрите я просто вот против тринтов много играю против самок последнее время не очень потому что они только только начали появится теперь смотрите кастуем блок ол оцепенение и она сбивает ну а есть в ультим Нажми на... А отцепенение, вот и все. Не, я понял, эффект, а возможно там еще какой-то эффект есть. Какой эффект? Вот нажми на ультимейт Трента, что там пишет ему. Так, вокруг героя разрастает сопутывающий врагов корни и лозы. Жертвы получают... Какая разница? Смотри, я еще раз говорю. Нет, сама механика я понял. Ты, мастер прощ, Нарин, нажимаешь «Оцепенение». Видишь? «Оцепенение». Да. И вот эту штуку. Ты просто видишь, что то же самое у него написано. Здесь на Фростбайте написано то же самое, что и здесь. И поэтому у меня к Габену большие вопросы. Габен, скажи мне, пожалуйста, почему «Оцепенение», написанное в одном и в другом случае, но в одном случае почему-то Blackhole сбивается, а в другом не сбивается. Ты слишком много хочешь от маленькой инди-компании. Я бы, да, я бы хотел хоть что-то от маленькой инди-компании, потому что, ну, у меня вопрос, тогда должен быть другой эффект, потому что у тебя как бы эффекты одинаковые, в одном случае сбивается, в другом случае нет. Вот, это неправильно, на мой взгляд, тогда должен быть просто другой эффект. Или тогда просто ультрантайне должен сбивать Blackhole. Поэтому, как оно работает в Dota, честно говоря, мне вообще филетовало, Потому что в доте там все по-разному работает А потом у нас каждая новость Пак-бак-бак-бак-бак И это работает на самом деле неправильно Но это, я считаю, бред полный Потому что это ультимейт Потому что это ультимейт Смотри, вот Тогда напиши, что это ультимейт Нет, смотри, ты ульт-трента Можешь по блокинбару кустануть Опять же, цемкин, так же ты не можешь кустануть У тебя просто слабее А как ульт-некровцы, которые по блокинбару В нынешнее время не кастаются Это же тоже ультимейт Видишь, это уже какие-то двойные-тройные стандарты Просто есть сильные ультимейты Напиши, тут не написано, что это сильные ультимейты А где-нибудь интересно написано? Димон, для себя напишем обязательно Нет, пожалуйста, все Напишите и расписывайте Так, чтобы это было понятно каждому человеку Просто новичок, допустим, в доту заходит И у него, слушай, оцепенение Там и тут оцепенение Почему он тут оцепенел, а тут не оцепенел? Да, он сбивает, а он не сбивает Ничего себе Габен, пожалуйста Цепь там пару деньжат Я уже говорил ему оцепен, там пару деньжат, чтобы ОТВ работало во время мажоров И еще оцепь пару деньжат, чтобы ребята там эффекты грамотно расписывали И давали четкие обозначения Короче, здесь у Ануф Разор Разор против кого? Против Визажа Опять он Этот Разор, он есть Он опять не хочет быть кором Да, у него Марс его выкидывает Визаж ему просто Птички Ну ладно, как мясо пойдет Вперед, в принципе, нормально Нет, здесь он будет, скорее всего, на первый Ну, короче, получше Да, я уже Шейкер Хотя бы под Разор Хотя бы линия Вменяемая смотрится То есть это уже не фрилайн Там, как минимум Начал высасывать дэмэдж Подблочил фиссуры Ну, короче, хоть что-то Уже хоть какой-то плюс имеется Плюс Винтер и Верна у нас Я так понимаю Он просто будет кого-то улететь, чтобы птички Носили дэмэдж, да И Тимбер сверху Скай, Скай нужно Такой, знаешь, оригинальный драфт Ван Мув, если честно Я просто смотрю здесь на этих героев Непонятно, против кого они Вот, если так вот вкратце Они ничего не закрывают У ББ Тим вообще ничего Я бы стоял здесь, на самом деле Рейзер на третью позицию Ну, как бы на сложную линию Вместе с Шейкером Опять же, стоять против визажа Там, не знаю, Стине, да Что-то из этой серии На легкую линию Опять же, против Марса и Скай Стоял бы Тимбера И Виверну Там как раз и Марс будет страдать Против Тимбера И визаж, который без хорошего Мувспида против Рейзера тоже будет А я бы Марфа здесь взял Для ББ Тима, если честно Я все-таки слапнул бы визажа Куда-то там на центр условно Я не знаю, играет там Они на центре В чем тут морф вообще? Я тебе объясняю по лайнам сейчас Как это Не, я понял Я понял Потому что Рейзер ставить в Марса Это такое, если удовольствие Копье, и ты ничего не делаешь Ну, пока вообще фри-линия Какая-то в миде Для любого героя ББ Тим Ты просто берешь любого спирита И здесь ни один герой Его не останавливает Этот несчастный шейкер Который снова будет бегать Искать свой блин А там Зев Искать целую вечность Ну или вариант номер два Зевер просто попробует до него добраться Рейзер его не закрывает Рейзер вообще теперь Ни одного героя Которого он закрывал Тимбер Зевса тоже не закрывает И нужен, нужен, нужен Герой, который добирается до Зевса Летун Летун прыгун Срочно А ему сложно летать, да Потому что там Скоросмак То есть без Блокинг Бар Летун еще и не доберется Не любит Шторма Вообще любого спирита Он не любит Поэтому тут Действительные два варианта Это будет спирит Шторм-спирит Спирит они любят Скоро Да И учитывая, что Ван Улл сами забавили Шторма Они сами себе устроили Поминочную Потому что здесь Ну до Зевса не добраться Он просто всех этих героев Ивает Здесь Соливар не до Зевса Частейшая Кунка может сейчас Блокинг Блокинг Бар Он не будет собирать Скоро Вообще он не будет Собирать Блокинг Бар Если Блокинг Блокинг Бар Собирает Зевса Это Шторм БКБ Потому что У него фуллман Он за ним гонится Гонится У него есть шансы Его прям доберется По максимуму Альтернатив нет Квапа не очень хочет Блокинг Бар Ну она их соберет Конечно Блокинг Бар Но он больше Пауе работает Она в сингл-таргет Не очень хорошо лупит Ну это шахматово В виде Зевса Не перестрелять его Вообще никак И в интерверном В итоге вот этот Вот супергерой патч Она здесь вообще Такой юзелиз Такой бесполезный Супорт Ну типа такие Смотрят оба Мейзер Ничего себе интерверный Мба-мба Посмотрите как это работает Здесь ульту Вообще не во что давать Ты видишь как Сурки будет бить кто Марс Зевс И возможно Визаж со своими птичками Все Здесь нет вообще Никакого-то такого Милишного кэрри На которого бы хорошо Стапился Винтерскюрс Я уже молчу Про его Колдом Брейс Ты просто Горячешь Колдом Брейс И Зевс просто наваливает А еще это Зевс Кэрэс Макс Ой забей Все короче Никто бы там не появился ББТМ 2-0 С одной верхней Юзалис С одной верхней Там тысяча дамажа Будет залетать По данным шансов Да Ну короче Ласт пик Это вполне еще юзалис Они не могут пропустить Они не могут забрать Рошана Они вообще ничего не могут То есть единственный шанс Что ББТМи сами Начнут фигеть по полной Тимбер всю игру Будет просто погибать По данным шансов Окей Посмотрим Предикты я вас услышал Господа Давайте посмотрим Что наши друзья Из Винлайн Думают по поводу этой встречи 1-12 на ББТМ И 4,5 на команду Я считаю Что абсолютно справедливо Также не забывайте Кликать на баннер Под окном трансляции Получать Фрибет до 10 тысяч рублей И конечно же Делать свои предикты На Дота 2 Мы свои предикты сделали Поэтому С чистой совестью Передаем слово Нашим комментаторам Это Майл и Ёжик Ну да Интересно С этим скотлом решение Учитывая Что мы только что Говорили о том Как его там Потенциально ослабили Да и вообще Этот герой Не был фривином В последнее время Это скорее Такой ситуативный Драфт На темпе Который должен что-то сделать Ну и вот Увидим как раз таки Визажа Которого вроде как Где-то апнули Где-то ухудшили Я ставлю на то Что его скорее Бафнули Очень приятно Ну и он был Достаточно неплохим Поэтому глянем Да он стал по-моему Еще лучше С этим патчем На самом деле Еще сильнее Как герой Поэтому Мне визаж Здесь очень нравится Да и в целом Пик BBT Ну в нем Есть какая-то Уверенность И нормальность А слева Там действительно Вот этот Супер непонятный Пока Коттл Хотя казалось бы На котле Есть исполнитель Это Меладжул Но Тут не столько От исполнения Зависит сколько От силы героев Да еще и патч Темп замедляет Игры заканчиваются позже А Коттл Он все-таки Любит игры заканчивать пораньше Он очень неприятный В лейте На слотах С догонами Но скорее Только если он имеет Огромный перевес Но если это просто Обычный Коттл в лейте То как правило В Компетитиве Не составляет проблемы Разбить его диско-шар Просто там Нажать БКБшки И развалить этого котла Ну глянем 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 Марс Который Немножко переработали Которому щит Он теперь не такой Дисбалансный Ну скорее Он теперь чуть более логичный То есть Если раньше Он в принципе Все к себе Снаряды притягивал То теперь Он в маленьком радиусе Вокруг себя И в конусе За собой То есть он реально Теперь должен стоять Перед целью Либо где-то совсем Вплотную к ней Чтобы щит работал Это логично Потому что когда Просто выстрелы Улетали куда-то Черт знает куда Это было весьма странно Да это действительно Было не очень Понятно С точки зрения логики Ну Sky Mag Чистый бёрстер Под Марса Чтобы взрывать Копьёй поехали Вообще куча урона Кстати Немножко переработали Шард Если не изменяют Память у Sky Mag Он стал чуть-чуть Другим чуть-чуть По-моему даже Посильнее Да вот Everytime Да в целом Что был фигня Что и остался На самом деле Смотря с какой Точкой зрения Посмотреть Если он Постоянно спамит Где-то в спине Да Бёрстит и так далее То вполне Вполне неплохо Там плюс 2 К интеллекту За каждое Знаешь Как ни посмотреть Скорее могу Другое нужно Ему нужно Скорее просто Ворваться Нажать две кнопки И всё Ну это тоже верно Если смотреть С этой точки зрения Знаешь Что осталось Еще не отмеченным И вообще Как-то вот Прошло мимо Так В свое время Немножечко Дебафали Глимер А в этом патче Ему вернули Во-первых Рейндж Наброса Глимера Во-вторых Резист повысили И в-третьих Фейт тайм Понизили То есть Три момента Которые апают Глимер И глимер Думаю Учитывая Огромное количество Магических Бёрстеров Должен вернуться Он и так Не то чтобы Прям совсем Выпадал Но просто Были патчи Где у нас Глимер был Всегда Вообще У каждого героя По 10 глимеров Сейчас же Глимер Тоже вещь По ситуации Ну да Для саппорта Очень хорошая вещь И действительно Ну смотри Вот направо Например Одна магия Саппорту Здесь купить Глимер И кидать Хоть на кастрюлю Хоть на Колден Брейс Виверны Правда Это правда Глимер Стал Чуть-чуть Посильнее Ну Глимер Вот до этого Патча Я видел Очень Очень редко В супер Ситуативных Моментах Таких Да Но Вот сейчас Может быть Будет появляться Почаще Опять же Центральная линия Здесь против котла Это та самая Линия Которая Наверное Вот буквально Вчера Да Что называется Хотела бы просто Фармить патчку Плюс потом выходить На маленький кэм Сейчас это делать Не удастся Он может фармить патчку Вражеский кэмп Еще задувать Свой задувать То есть в теории Возможностей было очень много А сейчас Ему оставили Ну только в лес сместиться Зеста в принципе Он делает то же самое Он тоже уходит куда-то Это при том что Котла В прошлом патче Еще и фиксили Что он теперь патчку Не там со второго А с третьего уровня А иллюминейта Только убивает И это получается Что Вот она коцаная Ну вот Ранжевичка забрал Вот этих Зевс мог бы подденай Но не Ложил красаву Все здесь размикривал Ну короче говоря Пока котла фиксили Пока ему убирали споты Зевсу вообще В принципе плевать Он стоит на линии Ему все равно Где качаться Он все равно Никуда не ходит До Минуты Не знаю Пятнадцатой Если котл Уже хочет ворваться Минуте На седьмой С траволами С вами бегает Денай Тут руны воды Интересно Зачем Вопрос Потому что ему не нужно А Зевс заберет Будет неприятно О и Зевс кстати Красиво здесь Затанайл Ранжевичка Пятнадцать на три Идет Ларл Четырнадцать на один Меладжу При этом Ларл Сейчас еще и заберет Еще двух крипов И тут еще и знаменосец Был сверху 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 Там какой-то Пенч-пенч Не нормально Все Там просто контактная линия С Тимбером Он постоянно здесь Пытается Душить Кстати Курьер увидел Сейчас заберет его Да? Нет? Да Что? Подожди А что? А Ларл в Мидас В Мидас Ну вот Так вот Они играют Мидас теперь кстати Шмотки лесные Выбивают Это прикольно Это прикольно У меня кстати Возникал вопрос Прикинь кстати Покупаешь Огру Мидас И на 17 минуте Заходишь У тебя прокает Тройной Мультикаст И сразу Три шмотки Вываливаются Нормально Нормально. Под бафали твоего героя, Вован. Да. И там плюс 20 урона, вроде, как ему дали. Да там вообще жесть. И это вызывает вопросы. Ну, на самом деле, все равно, если Undying встретишь, то ничего не поможет. Тем не менее, 20 урона — это уважаемо. Короче, продолжается возня в миде снизу. У Скаймага проблема. Он нагревает раззора. Ой, Найт, как больно. Но, кстати, клинк. О, теперь Санейка страдает очень сильно. Найт, нужно тычку по Санейка дать. И так и получается. Получается. Минус Санейка, First Blood для Найта. Красиво, красиво здесь разыграли. Хватило ресурсов. Причем с большим запасом. Забайтили на вот эту вот ненужную атаку. В принципе, ББ могли просто отойти от раззора. Но они решили, что пора биться. Все покупают рейндропы. Эта из меты никуда не исчезла. Второго левела Шейкер также. Ситуация у Шейкеров не меняется на картах. Все еще по XP они очень сильно проседают. Но хотя бы контролят руны. Кстати, прикинь, у нас теперь треугольник. Он будет треугольником называться. И человек, который каким-то образом зайдет в доту и услышит треугольник, он вообще никогда не поймет, что это речь о вот этом вот месте. Потому что там теперь нет третьего угла. То есть там теперь двухугольник. Получается линия? Получается линия, да. Ну, короче, это останется треугольником, потому что уже все привыкли называть это треугольником. Но это забавно. Вот как некоторые вещи иногда, это, знаешь, это, как это, типа, ксерокс, да? Все называли ксерокс, точнее, копир ксероксом, просто потому что все копиры были произведены компанией ксерокс. Не реклама, если что. Но, типа, на самом деле, было вот так. Вот так же здесь. У нас треугольник. Типа, какой треугольник? Где третий угол? Да хер его знает. Это правда, это, конечно, забавно. Меладжулу его, кстати, Санэйка находит в лесу, потом им рядом. Поэтому Санэйка здесь, вряд ли, как-то помешает сильно Меладжулу. Санэйка еще и получает себе стаки Арктик Берна. За дучка от Меладжулу пошла Санэйка. Неприятно, но Скаймак уходит отсюда спокойно. По идее, Меладжулу его не догоняет. Все-таки спирит формы также еще не имеется. Там Тинни за шейкером гонится. О, Санэйка тут увернулся. Тинни гонится за шейкером. Они прям на тех же персах решили поиграть друг с другом. Пока такое. Ну, в общем, ни о каком темпе речи не идет. Сейчас Визаги берет свой шестой и начинается душка. Интересно, как он тут будет играть. О, Медасик, привет. Так, ну и ждем лесные шмотки. Вообще, это реально прикольная теория с огром, которую Медасик. Да нет, это же рофл. Я думаю, что здесь скорее просто, знаешь, как бы это... Ну, это типа сделали... Вот я недавно играл Медасу крипа. Я думаю, блин, вот как ты когда используешь Медасу, шмотки не выбиты. Вот как будто реально чего-то не хватает. Почему шмотка не вываливается? И то, что теперь гарантирует... Это вообще, я думаю, что это практически никак не повлияет на баланс. Но это прикольное добавление такое. Хотелось вот эту точку поставить. Так, здесь Петушара, Чакрам кидает. Пытается пилить визажа. Один из лучших героев, кстати, для Петушара, как я помню. Одна из его сигнатур, таких супертоповых. Ну, не особо-то изменили что-то Тимберу. Там какую-то переработку, он где-то стал чуть слабее, где-то остался такой же. Короче, я думаю, что просто на самом деле... Ну, как сказать, там по факту реактив армор немножечко по-другому считается. Теперь он стал меньше. А Чакрам меньше маны стоит, что очень-очень приятно. При этом Петушара нападает в Роджера. Роджер отступает. Видишь, как все равно принцип остался тот же. Он все равно кастрюля, которая идет, набирает стаки и все. Ух ты. Смотри, смещение в мид от Дахака. Да у Дахака с XP проблемы. Вообще, вот к слову о визаже. Его вроде как и переработали. Практически ничего не изменили. Может быть, немножко апнули. Но в целом-то патч... Вон, тиние среда. В целом-то патч про то, что XP теперь меньше. А для визажа же это очень критично. То, что XP меньше. Он же очень быстро хотел набирать свой левел. Вот для Тимбера, условно, критично это или нет? Да, в принципе, ему плевать. Потому что да, он тоже хочет шестой левел. Но если он не шестой левел, то он просто продолжает пятым левелом стоять. И сделать ему ничего невозможно на линии. Так, а... Но Санэка шестого нет. Но Роджер рядом подходит. Не то, Сэмолэнч также имеется. На это пытаются все-таки на Фокси. Не получается это сделать. С помощью ультимейта Зевса. Меладжул притягивает сюда даблкил для Санэка. В итоге все размениваются всеми. Нотист выживет. Нотист вроде как уходит отсюда. Меладжул его не догоняет. Он догоняет, догоняет, но он не убьет. Поставил, зарядил. Да, чуть-чуть. Буквально еще секунду. На самом деле, там Крипчиков решил пофармить. Если б бежал до конца за этим Марсом, увидел его, поставил туда Элиминейт, то вполне себе мог забрать. Но, в принципе, размин получился 2 в 1. Да, разменялись и разменялись. Визаж тем временем взял шестой. Тимбер там нереально напрягает топ. Там уже, наверное, вышка падает потихоньку. Так, вот он. Мидас отрабатывает. Да, Тимбер очень сильно напрягает топ. Сюда смещается Розор как раз-таки после таверны. Тимбер напрягает. Он что, попытается заданить вышку против Розора и Тимбера? Ему надо валить отсюда. Да, он правильно сделал. Потому что он может заданить вышку, но его за это убьют. 8-40, четвертый левел. Почти пятый. Да, на 8-й левел при этом практически у Петушара имеется. Он выходит потихоньку в лес соперника. Понимает, что нужно продолжать эту территорию на топе. Команды BB Team. Чем, собственно, OneMove и занимаются. При этом прессингует очень сильно Санейка. Санейка также отступает от этого вышку. Петушара забирает руну. Но размен, опять же, от Роджера имеется. Дахак рядом. Но Дахак вряд ли чем-то сможет сейчас остановить этого Ти Персо. Ну, тяжело, да, тяжело. Но он пытается. Так, а здесь что? Ой-ой-ой, Петушара! Как же так произошло-то на лучшем герое? Может быть, поменяли здесь немножечко деревья. И он, знаешь, по мышечной памяти сыграл. Ну, может быть. Может быть. Но в любом случае, да. Так, тут Роджер. Но подставился по итогу. Сплинтер Бласт не самый удачный. Роджер прячется в деревьях. Но его выталкивает. Минус Роджер. Арена от Нотис. Да, пригвастили Виверну. Может быть, ультимейт Девса. Но его нет. В итоге Нотис добивает под Томима Соло. И отступает. Ну, короче, Петушара нафидел. Но в целом, опять же, все продолжают бегать, качаться. Мелджу качается очень неплохо. Травела имеются. Спирит Весел на подходе. Вот уже Виталити Бустер есть. Знаешь, о чем подумал? Что вот у них два героя в One Move. Вот Тимбер и Коттл. Вот они бегают. У них куча магии. И вообще никакого зацепа. И им даже сейчас уже играть тяжеловато немного. А в будущем вообще. Шейкер это единственный их контроль. Человеческий. Это из проблемного. Согласен. Тут, конечно, ситуация уже... А там Марс, Тинни. Это уже... О, Меладжул. Меладжул. Но здесь никуда не уйдет абсолютно. Коттл, да, без вариантов. Он погибает. Хороший чел. Короче, все. Тут уже плывут у нас One Move. Я, честно сказать, не знаю, что должно произойти. Им банально нечем ломать товара. Вообще ни один герой этого не делает. Дахак разворачивается. Вот такой петушар. Еще Мистик Флэр сверху. Дахак сажает птичек. Ларал ультимейт. Дабл килл в итоге для Ларла. Подстилел. Подстилел. Мог бы оставить тиммейта. Но решил, что ему важнее. У него все-таки тяжелые с экономикой дела. Он всего лишь на все. Топ-1 Нетворс с Мидасом. Коэффициенты от наших друзей. Винлайн. 1.41 ББ. 2.50 Ван Мув. Баннер под трансляцией не забывайте. Переходите по нему. До 10 тысяч рублей. Фрибет. Скрыт. В общем, да. Тяжелая ситуация для Ван Мув. Как-то затянуть игру будет сложно против визажа. Так как он отличный охотник, он может сделать себе здесь аганим. В принципе, уже пора делать аганим и начинать искать какие-то цели. Лоб в лоб выиграть драку сложно. Контроля нет. Бушить здание нечем. И просто их вот уже убивают там по всей карте. Ну, кстати, тут приходит Найт, пытается Ларла забрать, но он улетел. А вот Нотис, скорее всего, никуда. Отсюда не уйдет, хотя 4 секунды копьет. Замедление есть от котла. В итоге еще и сверху элиминейт. Минус Нотис. Хороший хил. Хороший хил, но это фактически Марс зашел один в пятерых. Ну, это правда. Да, и Зевс был абсолютно без маны. Но мы видим, что уже нечем контролить. То есть вот шейкера рядом нет. Все, нечем сбить ТП Зевсу. Он просто делает ТП-аут. Даже до БКБшек. Тяжелые-тяжелые дела. Визаж тем временем Владмир сделал. Дальше пока непонятно, что он делает. Это что такое? Колечко для Тимбера летит. Здесь какой-то форсик будет. Или Кая, наверное. Кая? Ну, такая вроде как по приоритете не смотрится. Хотя и Форстафф тоже против Разора. Того же самого... Знаешь, что еще в этой игре интересно? То, что ББ тоже нечем ломать базу. В итоге ни одним, ни другим нечем ломать базу. Ну, визаж, а там Разор. Ну и на этом все. То есть по одному герою. Ну, это правда, это правда. Санейка в смоке. Роджер рядом. Видят. Тимбер Сос. Пытается Колден Брейс его спасти. Пантомем не получается. Пантомем не получается. Пантомем Шар в итоге отправится в таверную пантомем. Винтерскерс. Но это... Ужасный, ужасный Винтерскерс. Такое уже... Не знаю, отчаяние. Винтерскерс был даблкил для Роджера по итогу. А что собирает Виверну, вот, мне интересного просто? Виверну? Какие варианты у нее развития? А, у нее никаких вариантов развития. У нее просто нет денег. У нее 1800 нетворс. Да, действительно глупый вопрос. Ну, Виверне нужен либо тот самый Глимер, что отличный вариант. Ну, либо еще есть вариант Форс. Но просто Форс, он не сработает против Арены Марса нормально. А Глимер, он реально... Ну, представь, Тимбер с Худом еще и под Глимером, он реально может впитать кучу магии. И под Холденбрейсом еще зарегениваться. Но вместо этого у Виверны ничего. И мы не можем ее обвинять, потому что... Ну, как бы, если тянет ничего, глупо говорить, что ты собрал что-то не то. Это правда. Это правда. Тысяча преимуществ у Би-Би Тим. Но это пока что тысяча. И у Шейкера нет ничего. Да, у Шейкера... Ну, у Шейкера хотя бы там какой-то блингдагер будет иметься у Виверны. Да какой блингдагер? 2500 нетворс. У него там ботинок и все. И полдагера. Ну, 1600, да. Да, что-то есть у него, конечно. Но очень грустная история. Вот Тинни, да. Вот Тинни, я понимаю. Под Томем оставьте его в покое. Здесь срубленное дерево. Из-за этого он пошил еще лишнюю секунду. Роджер. Роджер. О-о-о-о-о! Да. 20 хп. Капельки работают. Не докрутил Чакрам. Тимбер мог еще немножко, буквально вот доли секунды поворощать Чакрам. Может быть, хватило бы. Но в итоге, да. В итоге Тинни выживает. Ничего не получается вообще абсолютно у One Move. Дахак тем временем делает ботинки чудесные. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Сейчас барабанчики. Союж. 300 золота даблингдаггера. Похоже, что сейчас закончится. Хотя успевает Колден Брейс. Тут же рядом. А отменил телепорт. Как-то у нас накрепали. Сбили, но я, честно говоря, не оттезал. Вот смотри, Петушара сделал худ. Делает Сенжин Кай. Блин, чем ТП-шки-то сбивать будете? У вас один шейкер. Одна фиссура и все. И ТП-шки уже не сбиваются. Потело какое-нибудь будет купить. Ну да, да. Юл не так плохо. Юлам реально можно скаймаговские снимать метки. Там себя поднимать, подъюливать. Короче, нужно все. Денег нет ни на что. Что делать? Непонятно. Шейкер пошел куда-то. 1900. Меладжула с ним. Да, да, да. Может быть, сейчас Зевса попробует бахнуть. Ну-ка поймать его как-то здесь. Взять. Как его не взять, не поймать. Там, кстати, еще Нотис вместе с Санейком. Как Нотис прыгает в Меладжула прямо. Фиссура также имеется в Виттерскерс. Тут же по Санейка идет. Нотис очень больно, кстати. Но Мисик Флэр успевает выдать Санейка после Виттерскерс. В итоге Меладжула погибает и отправится. Наверное, Нотис. Очень больно Нотис. Да он может от Рошан даже погибнуть. Но Чакрам в итоге добивает Петушара. Ларл. Погоня уже за ним идет от Петушара. Измедление имеется с прыжка Хаминли Джампа. Тут же Саюж. Саюж, фиссура хорошая. Но с той стороны этой фиссуры оказывается Роджер. По итогу я думал он как раз ближе к команде. Но нет. И ультимейтер добивает Ларл. Он просто заруинил этой фиссурой. Это руин реально получается. И у Петушара сейчас не будет проблем, наверное. Потому что здесь уже просто ресурсов не хватает на него. Ну как сказать Роджер! Минус! Кто говорил, не я. Роджер еще и улетает отсюда на ТП. Да, что-то у Тимбера вообще очень плохо дела. То, что он не может пережить вот такой вот урон. Даже с Куду в Дефаенс уже. Так, Зевс. Надо уходить отсюда. Ларл. Хаминли Джамп используется. А Меладжул подставляется в итоге под птичек. Есть отшот сил. Очень больно Меладжулу! Фиссура! Но спасает его, кстати. Неплохо. Найт. При этом Аркейн успел в задачу уйти. Бабах! Ему, прикинь, ему маны не хватило. Пока ему там залили маны. Или он сам себя на фонтане залил. Успел Котл отрегенить совсем чуть-чуть. И этого хватило. Прикольная катка, конечно. Но перспектив все еще не видно у Ван Мофф. У них кастрюля разваливается слишком быстро. Что? А что? Что здесь? Лола, это как вообще? Подожди. И тут уходит Роджер с блинка. Опять фиссура неудачная. Что ж такое-то? Союж. Ну дальше. Найс, бежим. Не с той стороны, а отградил. Найс. Ну здесь хотя бы Роджер отогонит. Арена в итоге. Нотис разворачивается. Колден Брейс использует под табим на своего тиммейта. Но рядом есть Анейка, который задувает Меладжулу. Меладжулу очень больно. Роджер на него все-таки нравится добивать. При этом Нотис-то так же добили. Ларл, бесконечный файт. Просто какой-то one move BB Team. Роджер пытается уйти отсюда. Винтерс Киос при этом идет по Ларлу. Довольно неплохой Потаме. Пытается хотя бы выжить хоть как-то. Роджера при этом забирают. Ларл добивает Потаме, но в этой же ситуации. С Анейка тем временем ломает Варда и Петушара уходит. Когда бесконечная драка уже закончится? А что им еще делать? Они ни Рошана не забирают этими драфтами. Ни одни, ни другие. Ни вышки не ломают. Им все, что остается, это качаться, пока они не станут гораздо сильнее Рошана. Гораздо сильнее Таверов. А это можно только сделать, раскачавшись, либо долго на крипах, либо в драках. Вот они и дерутся. Причем, ну как бы и те, и другие. И так, если посмотреть, то с переменным успехом даже. Ну чуть лучше BB. Перспективы у них тоже поярче. Ну в целом. Нужна какая-то, вот я не знаю, здесь просто и одним, и вторым прям максимальная защита от магии. Ты посмотри на эти драфты. Тут одна магия, что с одной, что с другой. Пайп, Глиммер, все, все подряд. Но пока что мы видим только худого дефицита. Вот Петушара не хочет пайп на свою команду купить? Посмотри, там Зевс, Визаж, Скаймак, Вейл оф Дискорд уже имеется. Причем Вейл это, кстати, супер шмотка здесь. Потому что бустит абсолютно все. Ой, Меладжул, Меладжул, как же, как же он вот сейчас просто в окружении соперников. Но при этом Нотис врывается в Пантомема. Пантомема, иншант сил, мистик флэр, минус. Минтер Виверна, при этом Ларла нашел сам Меладжул. Меладжул пытается его задуть, Роджер врывается тут же, Саюша, Хасля пошел. Пытается Ларла зафокусить и получится это сделать. Никакого сейва нет, Ларла погибает, очень много отдает денег при этом Найту. И еще и в Роджера вгрызается от сам Найт. Меладжул при этом погибает вновь от арены Нотисда. И Нотисд уходит, как и Роджер, собственно говоря. Нотисд успел уйти на валенке и все спокойно. А вот Петушара, что ты здесь делаешь, Петушара? Просто его где-то пытался поймать Дахак на перетяжке, но птичку чуть-чуть не успел посадить и в итоге Петушара выжил. Не, ну слушай, ну визажу как раз-таки Тимбера убивать это вообще последнее дело, потому что без Зевса, без Тинни Берста нет. И Худ ему хватает для того, чтобы магию пережить, а во всем остальном... Опа, Тинникат, Шейкер. Опа, сломал Варзу в 186, но погиб за 417. Проиграл в итоге 350. Продано. Примерно. Да. Ну нормально, нормально. Видишь, я говорю, они дерутся, они будут драться. Делать-то больше в игре нечего, а играть хочется, потому что, ну, никто не хочет в игру заходить и просто стоять, ничего не делать. Да мы пошли, Петушара. Поехал, Петушара, сюда был, накинули. Худ. Худ съедает Мистик Флэр. Очень много Петушара съел урона. На самом деле Санейка очень больно, Санейка погибает. Вот, вот теперь он пережил. Я так понимаю, у него Сэн Джин Кайя готова из-за этого... Да, у него Сэн Джи готов. Из-за этого его чуть-чуть побыстрее из контроля выпустил. Он там где-то подвинулся, пододвинулся, кнопочки нажал. И вот уже поехал. Сейчас у котла БКБшка будет. Ну, я не знаю, если они все купят БКБ, тут буквально, знаешь, будет интересная драка, где все бегают и никто друг другу ничего не делает. Ой, Нотис, да поймали на фиссуру неплохую, но тут же Роджер уходит. Шекеру Шарт нужен. Тоже ушел. Да, Шекеру очень нужен Шарт, это правда. С Шартом такие фокусы уже не пройдут. Вообще Шекер и Тинни здесь чуть ли не сильнейшие герои, потому что они могут напрыгнуть до Блокинг Бара и сделать много полезных дел. Правда, в случае с Петушарой ему вообще будет все равно. Он такой билд делает. Вот реально сделать ему, ну что, Eternal Shroud из худа. Или я бы все-таки Пайп. Ну, Пайп на команду, это вообще супер круто. И какую-нибудь еще Тараску. Просто вот рубить Тараску реально. Ну, зачем ему броня? Тут физики нет. Тут физики и не будет еще очень долгое время. Так, Нотис. Меладжул, но здесь должен погибать. Меладжул, у него БКБ нет, его нашел ультимейтом Лару. Меладжул, Нотис не попадает копьем. При этом Меладжул может за счет этого выжить. Но Санейка потекается сюда, Меладжул пытается скипнуться, выпустить и меняет из клетки. Но все-таки он уходит отсюда, Ншан Сил, последние тычки. Буквально ультимейта Зевса больше нет. В итоге Меладжул выживает, пережив и ультимейт Зевса, и ультимейт Марса. Короче, даю гайд Меладжулу. Если не тыкаться в стенку арены Марса, то можно получить на 200, 300, 500 магического урона меньше. Ее невозможно. Ее сейчас в этом патче сделали такой, что там вообще практически ничего не вылетает. Там было написано, давайте коэффициенты глянем, продолжу свою мысль. 1.34 на ББ, 2.70 на Ван Мув от наших друзей из Винлайн. Баннер по трансляции все еще присутствует до 10 тысяч рублей фрибет. Короче, ее сделали такой, что из нее даже летающие юниты не могут выпрыгнуть. Он с пикполом на коне пытается просочиться. Что, зачем он это делает, я не понимаю. Просто получает лишний урон. Ну, игра такая. Видишь, здесь происходит. Найт, 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 найт. Да, это... Это Тинни. Это Тинни плюс Нимбус. Да, Нимбус, кстати, появившийся неожиданный. Адахак в центре. Но под ним как раз есть поддержка, это Ларл. Не понимаешь, если вот прыгнуть очень быстро на Визажа, его забрать сложнее, чем Рассора. Рассор, ему главное БКБ нажать. А вот как раз таки Визаж, у него прочности побольше в этом плане. Ему там нужно сначала сбить гиперсклок. Ну вот, наконец-то, они докачались до такого уровня, к 23-й минуте, что они могут ломать тир-1 ТВРА. И пошли ломать тир-1 ТВРА. Еще через 10 минут, возможно, тир-2 ТВРА. Роджер идет первый Союз. Все, палец Союз успевает уйти на блингдагере. Красиво. Это было близко, да. Но при этом арена пошла. Петушар, а что ж ты здесь остался? Да, Худ не успел так же нажать. Петушар погибает за арену. Кнопки вообще не жмутся. После ульта Зевса, вместо того, чтобы нажать Худ, видя соперника... Ну ладно, Роджер тоже не решил остаться. Останется, скорее всего. Хотя так, птички сюда полетели. Союз сбивает телепорт Роджеру. Пытаются Найт забрать. Найт очень больно. Найт по КБ нужно нажать. Найт! Все, нажимает по КБ и разворачивается. Его птички бьют, поэтому, в принципе, он понимает, что... Там замедление, какие-то грейвчилы, вот это все неприятно. Да, кнопки жмутся плохо. Никто ничего не жмет. Реально, вот смотришь, не нажимается Худ оф Дефайнс, не нажимается Блэкинг Бар постоянно. Ну такая игра, я говорю, такая игра, где слишком много активных действий. Здесь этих ошибок мелких и немелких будет все больше и больше. Так, Рошан. Темп высокий очень. Рошан по КБ у Разора нет. Есть Ган от One Move. Они все прекрасно понимают и читают, но успевают ли сюда? Да, это большой-большой вопрос, и, видимо, принимают решение, что не успеют. Хотя, если бы пошли прямо сейчас, может быть, времени бы хватило. Сместились на бот. Там Меладжу подпушил линию, может быть, Т1. Даже попробует сломать тем временем Союз. Там каких-то курьеров находит. Варла, кстати, курьера сбил. Чем? С Линзой. Приятно, как-никак. Минимально, но приятно. А Роджер теперь за ним в погоне. За этим Союзом. Мы тут под Вардом. Хотя Роджера могут забрать. Роджер немножко... Да, и заберут сейчас. Мемножко в лапах. Уже ванмов. Фистура. Есть же. Союз попадает Фистурой. И даже с той стороны отгородил, да, в этот раз. Все. Но летит сюда уже вся остальная команда. Нотис прилетел. Тут же арена Митик Ферни нажимает по КБ вновь Найт и погибает. Там кулдаун 14 секунд еще, поэтому сложно было нажать. Но хорошая курса от Виверна, чтобы спастись. Но не спасается. Красиво с Хэммедль Джампа пришел сюда, прилетел. И у него вот как раз вот эта шмотка на Кастрендж. Но минус максимальный ману. Eye of the Vizier. 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 Глаз Vizier. Кто такой Vizier? Тот, кто увеличивает Кастрендж, но забирает ману, очевидно. Ну да. Своим глазом. Звучит логично. Ну, собственно, я говорю, еще минут 10 и теперь два вышки начнут падать. Но пока что продолжаем качаться, набивать экспу. Экспы мало, поэтому лучший способ это сначала одним всем умереть, потом другим. И таким образом задонатить друг другу немножечко экспириенса. 13 на 20. Ну, кстати, опять игра, в которой, в принципе, ББ... Вот не было ни единого момента пока что за две карты, чтобы One Move реально перехватили инициативу. Они все время где-то на хвосте сидят. Да, они как бы могут догнать, но для этого им нужно сделать буквально One Move. Там One, Two Moves, что-то такое. БКБ решил... Это шара... Худ! Нажал. Выжид ли? Не, уже слишком набора с ним. Ну да, видишь, он даже БКБ делает. А Саюша поймали. А вот Саюша поймали, это уже совсем неприятно. Нотис пригвоздил копьем неплохо. Тут же рядом есть Рожа, которая ворвется в поздний тайминг. Саюш пытается уйти Блингдайгер. Три секунды он сбивается от Драгонленсов. О, Драгонленсов, прошу прощения. Драгонскейл. Драгонскейл он, да. И Саюш в итоге отправляется в таверну. Ну вот да, вот не хватает, не хватает постоянно чего-то. Тут зацепили, там зацепили. Ну, кстати, почти рефрешер у Разот. Но пытался. Кто тут был? Тут Меладжул был. Так. Ой-ой-ой, Найт нажимает БКБ. Грызается в Роджера. У него, кстати, есть телепорт, но прилетел сюда сам Меладжул, которого только-только искали на подлине неплохо. Хороший выход. И Роджер отправляется в таверну. Знаешь, что должен сделать Меладжул вот прямо сейчас? Он должен купить себе шард. Потому что в таких играх, ну ты видишь, что происходит? Дахат не взял аганим. Он не может, ну вот типа скаутить и находить. А ему, кстати, было бы неплохо взять аганим, для того, чтобы вместе с Зевсом, они там вообще любого героя практически забирают, учитывая наличие аганима у Зевса и его ультимейта. Котлу взять аганим и просто бегать по всей карте, реколить, тпшить ББ, просто не успеют по темпу. Фантомием. Завейдил Гаргулей. Знает, подфармливает Эншей. Да, я согласен. Я согласен на то, что здесь вот реколы были бы очень полезны, учитывая, что по макро двигаются в One Move очень-очень неплохо. Они перехватывают оппонентов, они могут сами эскейпиться из ситуации, в которых они явно не хотят быть. Поэтому для One Move действительно вот какой-то способ перемещения здесь очень-очень был бы кстати. Смоу покупает Шейкер. Блинкдаггер имеется, Эхо Слэм, все готово, в принципе. Но есть одна проблемка. Проблемка это Эгис на Нотисе, который сейчас идет вперед, еще и забирает пачку крипов. Т2 также падает сюда, скорее всего, уже задефтить это никак, естественно. One Move не успеют. В итоге ББТ продолжает давить. Рефрешер на Разоре, который может позволить хоть немножечко эту игру. Оттянуть. Ну, 2 БКБ. Блин, вот Котл мог бы сейчас вниз, бах, ТПшнуть туда. Разора прилететь на Трэвелах, наверх, ТПшнуть туда, там. Тимбера улететь самому, черт знает куда. В итоге догон. Кстати, айтем у него худший вообще. Ну-ка на айтем наведите. Это же вообще полное. 10 атак спида, поглощает 100 КП и дает 40 дэмэдж. Он кого с руки собрался лупить? Что это вообще за шмоткой? Это вообще худший айтем в мире для Котла. Возможно, нет ни единого айтема хуже среди всех шмоток. Есть меймбрейкер. Ну, хотя бы сайланс вешать. Это, знаешь, хоть что-то делает. А здесь ему реально с руки лупить, учитывая, что он не подходит. Ты знаешь, тычку сделал, убежал. А тут прям нажал, минус 100 КП и пошел, пошел наяривать на Котле. Не, игра очень странная. И это что такое? О, жесть. Прикинь, Тимбер докачался до того, что его иллюзию не могут развалить уже. Его разваливают, а иллюзию не могут. Ой, да. Неприятно для Биби Тима. Они довольно много отдали. В итоге смог нажимается One Move четвером. Оставили только Петушару с бортом 10 секунд до падения Егиса у Нотис. Да, это должны понимать One Move, но идут совершенно в другую сторону. Почему Егис у Нотис? Это как-то упустил. Просто отдали. Ну, Дахаку не нужен, наверное, был просто... Типа, он врывается всегда на передовой. Родж. Спалил Смог. И все. Вижена никакого нет. Да, проблема One Move. Падает уже вторая тердолышка. Как они реально умудряются с Котлом не раскачать карту? Ой-ой-ой, поймали! О, как плохо все раскастовали. Вытолкнули из Мистик Флэра. Вот, Нимбус, Тос, Петушара! Погибает все-таки. Ноль помощи. Реально ему Колдембрейс, и он бы там не умирал. А Колдембрейса не было, что ли, вообще? Ну, был, в принципе. Но не для Петушара. Петерский Орс даже был. Ну, ладно. Ну, ладно. Дагон для Меладжула готов. Посмотрим, как он его реализует. Кираса для Дахака. Вот это пострашнее, честно говоря, смотрится, чем Дагон. Он собирает на замес. Вот мы общались тогда с Дахаком. Опа, шейкеры нашли, да. Он собирает на замес. И он говорил, что когда ты хочешь на замес играть, ты покупаешь вот ботинки вот эти. Их тогда еще не было. Но суть в том, что ты покупаешь Кирасу, ты покупаешь вот такие вот айтемы. Если же игра такая, что тебя сплитят, то покупаешь Аганим. Ну, имха. Могли бы ребятки попробовать посплитить здесь. БКБ не жмется. Ну, нажал. О, нажал, кстати. Рефрешер. О, БКБ. О, кей, Витер, стой, удачный, кстати. Рефрешер, да. Да. Обсервер, офигите, пожалуйста. За ней тут вообще просто какой-то мем. Роджер погиб. Но, Петушара пришел сюда, нажал хут под Сайленсом. Птички приквозили его. Ларл летит сюда. Петушара, колдопрейзом. Неспаслива под намем. Так же погибает на хэграунде. Ну, какой-то мем. Ну, почему Найт не жмет БКБ уже вторую карту? Я не понимаю. В таких ситуациях. Да, это вопрос. Что с кнопками One Move происходит? Насколько я понимаю, под гречкой Тинни есть такая возможность? Да, конечно. Ну, как-то... Визир, говорят, это визирь. А кто такой визирь? Следующий вопрос. О, Меладжу погиб. Да, тут уже, тут реально, не знаю, просто пошли все на фидели. Как-то One Move вообще безидейно сегодня проводят матч абсолютно. Я говорю, за две карты они вроде бы постоянно висели на хвосте. Но в итоге... В итоге оказались слишком далеко позади. И даже ни разу вперед и не вышли. Да, потеряли в итоге две стороны. Практически Рэндж-барак на центральной линии стоит, но это ничего не значит. А, вон Мивишн еще есть на бот-линии. Ну, окей. Глиф нажали. 20 секунд до котла. Сломали в рейспакт. Но птички вообще этого не чувствуют, Чикрам. Абсолютно. Да, да, тут уже... Птичкам вообще плевать. Ну, не знаю. 17 тысяч перевес. Какие... Какие могут быть шансы? От магии уже защититься не получится, потому что появляется Дизоль на Марсе. Уже достаточно сильно раскачался Визаж со своей кирасой и с птицами делает ногу урона. Теперь нужно что-то еще и против физики придумывать. Причем, что у самих Ван Мув невзрывного берста магического, невзрывного какого-то физического урона. У них вообще как-то ничего нет. Один разор с БКБ-рефрешером, который что-то непонятно из птичек Визажа дэмэдж будет воссасывать, видимо. О, БКБ на Тимбере. Да, это к слову о том, что БКБ вот Тимбер покупает, но опять же, на него могут ворваться первым, он его вообще не нажмет. А даже если он его нажимает, он никому не интересен. Он уже дэмэджа не делает вообще в драке. Да. И действительно у Найта, на самом деле, вот последние две карты вообще не идут. Я думаю, что бывает такое. Просто не его день или что-то еще, но по кнопкам действительно все. Довольно печально Нотис, но вот Петушар нажал БКБ, ну как же много дэмэджа. А Нотис, да он просто с ДД и Дизоли идет рвать и метать всю команду. Погибает в итоге Союз от Мистик Флэера. А Петушар выжил. Не его день. Может быть сегодня его ночь, кто знает. Потому что действительно что-то, что на войде. Ой, как же много урона. Что-то с Ёлки пересадили. У нас ни Марс, ни Тимбер не могут попасть. Ну там же еще практика нужна большая. Так, здесь Найт, БКБ, Рефешер, пытается ночь за Байбек БКБ. Это Союз летит сюда, Витерскавз, пошел Апатомема. Вот Дахак, очень неплохой Союз. И сейчас тоже может прыгнуть. И он прыгает в Дахак. А минус Визаж, что после Байбека у нас Дахак отправится в таверну. Или нет? Я подожду, подожди, 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 подожди. Спирит Весел, Меладжул, БКБ нажимает. О том, что Хава Хаммер прокнул? И что это вообще было? Тут Нимбус все еще стоит. И не могут от него отбиться. И Ларвел уже готов врываться. Ну нет, нормальная, нормальная драка. Курсой своей, конечно, Пантомим сделал очень-очень много. И сейчас посмотрим на дэмэдж. Ну, здесь не учитывается дэмэдж с курсы, к сожалению. Поэтому кажется, как будто бы Виверна вообще ничего не сделала. Очень много урона от котла. Шейкер, великолепный врыв. Ну окей. Пока что они достойны... Блин, я посмотрел просто то, что Тинни летит саблей. Мне показалось, что в котлу летит сабля. Я чуть до речи не потерял уже. Ну, всякое может быть с такой нейтралкой. Повтор. Ну да, здесь опять же драка хорошо началась, учитывая позиционку. То есть Найт успел нажать БКБ. Рефрешер, еще одна БКБ. При этом вот эта курса, конечно, просто шикарнейшая. И Союз. Красота. Да, круто-круто. Минус все птички. Не, ну такие нормальные. Такие моменты будут заходить. И то, видишь, вот остался Разор. Он сейчас начнет убегать. И чуть там от Нимбуса не пострадал. Да. Ну, отыграли всего лишь тысячу OneMove. Это для них, конечно, явно проблема. Учитывая, что о их позиции даже сейчас, мне кажется, информация и имеется. Что ребята в тройке, которая на самом деле линия Аганим покупает себе, кстати, Найт. Ну окей, Аганим есть. БКБ, рефрешер. Нужен еще какой-то Хекс либо Кираса. И только тогда, может быть, что-то добудет. Но опять же, слишком это маловато. Ларл, имеется Аганим, Мидас, Этериал. Очень тяжело затапить хорошую драку, которая сейчас нужна очень сильно в OneMove. Просто потому, что там Зевс. И он всю позиционку раскроет. Но вот сейчас реально выиграть эту драку, забрать Рошана. Игра выровняется, несмотря на вот эту потерянную сторону. Давайте смотреть. Петушара, БКБ, успевает нажать. Неудачная арена, действительно, от Марса. В итоге Дахак продолжает бить Рошана на птички. Птички сейчас спят, Найт отпушивает топ-линию. Нужно прийти сюда, ребятам, из OneMove. Но Ларл палит, все, ультимейт. И в итоге под домем падает. Петушар пытается уйти отсюда. Дахак сажает птичек. И погибает также Петушара. Тонна магии. Ну невозможно занять позиционку. Но вот Виверна уже прячется. И здесь еще и Найт туда ходят. БКБ от пауз. Ну да, в итоге отдают Рошана. И это, конечно, очень-очень печальная история для OneMove. После такого, ну как дефать последнюю сторону, вообще себе даже в голове не представляю. То есть, тут слишком сложно оттянуть еще дальше эту игру. А кто АХ-то будет выбрать? Опять 0. Но можно приблизить завтрашний игровой день. Зато. Можно. Можно, это правда. Как вариант. Не, ну физически ты его не приблизишь. Ну, знаешь, как этот... Если вырезать паузу между сегодняшним и завтрашним, то он уже максимально близок. Я вот чувствую, что после этой атаки у нас будет аналитика, там какое-то интервью. И, ну, здесь только какие-то лунные факты помогут выровнять ситуацию OneMove. Только если ББ прям вообще встанут в пятером под котла, под шейкера, под Виверну. Поймают Чакрам на себя. Ой, там, кстати, ловят Пантомема. Пантомем погибает без вариантов. Ну, на 40 секунд, в принципе, отправился в таверну не так уж, конечно, как бы и страшно. Но, тем не менее. Да вообще, вообще не страшно. Он там уже минут 15, наверное, находится в этой игре. Так что, реально, одной минуты больше, одной минуты меньше. Одиннадцать, 0-11-10. Действительно, не самая удачная игра у Бантомемыча. Ну и ему я ничего сказать не могу. Вот на Виверне, когда идет такой развал, чтобы ничего и не сделал. Нотис, арена хорошая. Кстати, приквозили Розора. Розора контролит Розор. Только сейчас нажимает Блокебар, но его просто с руки может Нотис забрать. Беладжула его чуть-чуть подхиливает. Нотис, кстати, погибает. Нотис очень далеко. Нотис нужно как-то подконтролить, остановить. Не дать ему отсюда уйти. Так и получается. Весл хватит для урона Чакрам. Нотис погибает. Но все это время падает третья сторона. Нужно ее как-то дефить, по идее Дахак. Роджер врывается сюда на Розора. Розор пришел внизу. ХП, в итоге Розор погибает. Без байбэка отправится на 80 секунд. Роджер, его подцепили. Но мега-крепы. Это самое главное для ББТ в такой ситуации. Союж очень далеко оказался Союж. Получается Терриал минус Союж. И Петушара также остается, скорее всего, здесь Нимбус. Работает Санейка без маны. Абсолютно под амем врывается под Нимбус. ГГ 2-0. ББТ проходит дальше. И, если я правильно понимаю, на Сайберкатс у вас выходит? Ну да. Красавчики. Ребята из OneMove падают на аниме. Аниме? Просто падают на аниме? Падают на аниме просто. Тяжело им. Жестко. Ну, вы сами все видели. Сегодняшние игры. Что-то произошло с игроками. Возможно, вышедший патч, он как-то кардинально поменял раскладку. Невозможно найти кнопку Блокинг Бара. Вообще странные игры. Ну и драфты такие тоже. Игра максимально долгая. Максимально много киллов. Потому что ни одна из команд нормально не ломает вышки. Вот такие получились игры. Итоги сегодняшнего дня подводит, как всегда, наша студия несравненная. Да, спасибо большое, коллеги, за работу. Ну что, мы поздравляем команду BB Team. Уверенно закрывают свою серию 2-0 и выходят также в финал Венеров. Ну и там им будет противостоять команда CyberCats. Ну а их оппонент сегодня OneMove падает в нижнюю сетку. К сожалению, видимо, без Василия, ну, как-то тяжеловато. Хештег верните Васю. Да, без Васи уже и мир не тот. Где Василий? Василия нет. Но зато есть довольно уверенная победа от BB Team. Я думаю, вы, как всегда, безошибочно запредиктили этот результат, отталкиваясь от пиков. Но в пике ли была проблема? Давайте эту сначала проблему решим. Или же все-таки исполнение здесь вышло на первую роль? Как вы считаете? В пике была проблема, исполнение вышло на первую роль. Ну, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Приходите завтра в 15. Я бы с таким пиком отказался играть. Представив пик и тренер, я бы сказал, тренер, ты иди, играй вот этим героем. Я бы даже не пытался и не старался. Знаешь, у меня есть такая фишка, что если, скажем так, все против тебя, а в этой игре все против тебя, даже в интерверном против тебя, которая типа тебя стрелит кундун-брейсом, но там столько дэмэджа залетает, что кундун-брейс вообще тут даже лучше было бы не качать. От него толку все равно никакого. Короче, вот так вот драфтить, вот так вот драфтить не надо. Вот так вот. То есть просто брать героя Рейзер, потому что его убрали все, его там берут LGD, в скобочках не закрывает ни одного физера, правильно? А потом еще возьмем Винтерю Верну, который, вау, этот герой, очень крут против любого физера, колдун-брейс, его герой абсолютно защиты против физики, вот там наваливают магию, это герой номер три. Ну и третий, это Шейкер, который вообще не порядок оказывается в этих драфтах, его, пожалуйста, тоже. Не надо брать в первой стадии, спасибо большое, потому что, ну, это же полный провал вообще. Я не знаю, кто у них там отвечает за драфтами, не знаю, может быть, они считают, что они у драфтами и так далее. Ну и исполнение, вот если бы. Ну, да, но там помимо еще драфтов и исполнения, скажем так, у ванмов и так у них исполнение, оно под вопросом, да, у многих моментов, чтобы они могли претендовать, условно говоря, на выход из интернета и так далее, и усложнять себе задачу, при том, что у них не самое лучшее исполнение, это похороны, это поминки прямо здесь и сейчас, при первой возможности. Смотри, вот просто на билд Тимбера. Худ, там мана тапки, соло ринг и мы собираемся на Джинкаю. У тебя, ты собираешь худ, на тебя кидается Ancient Seal и он перебивает худ в два раза. Он закрывает худ и тебе еще сверху, как бы, еще дополнительный дамыш полетает. Без лотоса и БКБ, вот на миссии Тимбера. Первым артефактом, вот просто можешь лотос собирать себе, да, там, ну, что-то взял себе на ману, там, можешь взять себе там соло ринг, мана тапки и можешь прям сразу лотос брать. Потом себе худ добрать, там, а то и лучше вообще. Или БКБ. Если, лучше пайп добрать на всю команду. Да, если Тимбер дружит с числами, то его реакция, реакция здорового Тимбера, это пока у меня не будут лотоса или БКБ, вы меня в драке не увидите. Потому что если он входит в драку для тех айтемов, он расступает за пару секунд. Тебе нужен Тимбер драки, который расступает за пару секунд? Он ловит Ancient Seal, он перестает быть танком. А у него нет ничего. Либо ты собираешь юл, либо собираешь лотос. Но здесь вот лотос, да, очень много точечных законов. У него еще фишка, что если он ловит Ancient Seal, он еще не дамажит, он вообще ничего не делает. Поэтому у него там три активных скала. Поэтому это вообще поминочная сборка. По это делу, что так собираются все папчики, естественно, почти каждый уважаемый Тимбер пакует хуб. Но здесь ситуация ультимативная. Когда ситуация ультимативная, единственное, что его спасает, это вот такие ультимативные на этом, как Блокинг Бар. Хочешь интервьюшку побыстрее? Сейчас кайлайта закончится. Наверное, Никита к нам придет, да? Ну, я и спросил, как ты думаешь, почему они так хрена удрафтят? Да нет, по поводу патча вообще хотелось бы спросить. Что для себя подчеркнул, как герой, если он придет, как его герой там себя сейчас чувствует, на которых он там любитель поиграть, как там вул, может, расширился, либо наоборот тузился, конечно. Поэтому Гром задавай все эти вопросы. Он скажет, там не плевать, я вон визы же беру и так далее, и нормально. Продолжаю собирать то же самое. Ну, хватит ли этого визажа? Ну, то что, ну, здесь он фармил всю игру, здесь его наказали как бы на лайне, и он, ну, команда все для нее сделала. Владимир Никогасяныч очень жестко прям разваливал. Ну, он солил эту игру на тени. Владимир как старый добрый на тени. Да, да, да. По что его не остановить до самой игры? Не, ну, он очень много инициировал, классно. Вот один из этих тех самых моментов. В общем, они тут, ну, на троих, на четырех, да, они всю игру сделали. Визаж подключился там в мидгейме где-то. Ну, и вот так, к слову, опять же, не меняется вообще вот этот пул у Дахака. Постоянно визаж, образца. Он поменяется чуть попозже, опять же. Значит, в профите там вот этот визаж не так часто будет передать. Ну, я пока посмотрел на героев, которых меняли, ну, честно говоря, там не так сильно прям изменили героев, чтобы прям вот забыли про визажа и про Урсу, потому что, ну, это все еще очень хорошие и все еще очень полезные герои. На них еще играть и играть. Дай время пачу. Да, 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 поэтому там нужно прям хорошенько прочувствовать, ну, и там очень много вот изменений. То, что касается оффлейнеров, там, таких Тайтхантеров, вот их там так прилично переделали. Там Брудмазер так нормально изменили, так крепко причем по всем параметрам. Силкин Болл. Да, 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 да. Блюмастеры. Ну, с Блюмастером поработали, кстати, тоже. Я вот Блюмастера, у меня постоянно впадло, чинж-лог. Он просто примерно такой же, как весь остальной чинж-лог по размеру. Ну, вот опять же, да, непонятен был драфт именно со стороны команды OneMove 1. Понятен, понятен. Просто берут метовых героев и все, а дальше пойдет. А, ну не считай шейкер. Я про шейкера и хотел, да, как раз. Винтерверный и Рейзер на прошлом мажоре это одни из самых популярных пиков. Они там были вообще абсолютно везде, но нужно уметь подстраивать под них пик. А делать это умеют далеко не все. Не все умеют подстраивать пик там под Рейзер или под Винтерверный. Разор почти во всех драках поучаствовал. Да. 94%. Котл, 89%. Котл. Ну, вот Котл, да, ты сразу сказал, что он здесь юзлесс. Полнейший вообще. Он все, что делает, наносит дэмэдж. Все, сколько он дэмэджа донес. Он здесь... Ну, могло бы выйти меньше. Ну, а кто в альтернативу бы мог на центр здесь? Я считал, там не важно кто там. Любой пятый герой, он игру... Никак не меняет. Ничего не сделает, да. Он не имеет достаточного... Да даже Войт Спирит лучше был бы. Он был в пуле, он даже получше. Потому что, опять же, он может прыгнуть там с своим агонимом. Он может по лайнам более активным быть, чем Котл, да. Но он бы все равно проиграл, но он, да. Ну, в любом случае, у меня один герой не спал драфт вообще. Больше был бы контест. Ладно, у нас есть интервью с Нотисом, дорогие друзья. Нотис, приветствуем тебя с победой. И поздравляем финал в верхней сетке. Как для тебя сложился этот матч по впечатлениям на новом патче? Здорово, здорово, парни. Да, никак. В принципе, каких-то новых героев не было в этой серии. То есть, мы заранее, да, понимали, что нового ничего не будет? Ну, не то, чтобы понимали. Просто, скорее, не успели прям быстро еще адаптироваться. Расскажи немного, пожалуйста, про патч. Какие самые главные поинты лично для себя ты отметил вместе с командой? Или с чего ты, знаешь, так, может, прибалдел? Такой, типа, ого, нифига себе. Ну, тележка на кентавра. Мега-упи. Снайк наберешь и просто по файту катаешь. Так что вы скоро ждите. То есть, от вас ждать кентавра в перспективе? Мы вправе. Конечно, конечно. Расскажи, пожалуйста, как сейчас дела у команды? Понятное дело, вы где-то, знаешь, вот после своей праймы и формы немного где-то потерялись. Сейчас, как команда себя чувствует, готовы ли вы к квалификациям? Ну, еще время есть на подготовку. Стараемся найти оптимальную свою форму. Думаю, все пока впереди. Но пока получается. Мы вот тренировались. В принципе, мне нравится. Серег, у тебя есть вопрос по пачку? Да, Праймал Бист в пуле есть. Будет он или так ты его как стороной пока обходишь? Праймал Бист, но попробуем. Думаю. Опять же, надо посмотреть еще. Даже в фабах по ТС. Те, как герой, нравится сам по себе? Вот именно для подхода, для компетитивов? Мне раньше нравилось. Сейчас больше нет, но там Аганим еще добавили. Можно посмотреть. Понял. Так, ну и в целом, дальше вы выходите у нас, получается, на кого? На команду CyberCats. Вы с ним, по-моему, уже дофига раз поиграли. Против сегодняшнего соперника OneMove. У нас был один вопрос. Если бы они выиграли, мы очень хотели его задать. Как ты думаешь, пик Шейкера? Чем вообще был обусловлен? Нам показалось, что на первой карте, на второй этот пик был абсолютно никуда. Ну, не знаю. Просто рейтинг этого героя. Да и, в принципе, его там на мажоре показывали. Китайцы, вроде, в первую очередь. Может, пришли попробовать, им нравилось. Вот, видимо, да, на примере XenQ вдохновились. На примере XenQ нет никого вообще, в принципе. Здесь тоже. Согласен. Ладно, Notist, огромное тебе спасибо. Не будем тебя томить после такого матча. Еще раз победой тебя и твою команду. И впереди у вас еще, как минимум, два матча. Удачи. Да, ББ. ББ, Тим, были на связи. Ну, что, это было ожидаемо, наверное, в большей мере, да, нежели чем мы такие, ого, one move, вышли все-таки в финал верхней сетки. Но нет, ББ, Тим, отправляются дальше. Ну, по итогам, что, мы почему не успели толком насладиться, да, потому что сегодня два матча только было. Мы увидели Праймал Беста единожды. Мы увидели самое главное, что Hand of Midas уже работает. Вот он, вот он. Он дает нейтральную шмотку. Он дает нейтральную шмотку. Да, это правда, сто процентная игра. Если не выбит какая-то шмотка из тира, это тоже очень важно понимать. То есть, если у тебя все пять шмоток тира один выпали, то он тебе уже не накидывает. Ну, это да. Вот, это самое главное. Ладно, друзья, я лишь еще раз в завершение дня напомню, что нужно всегда оставаться на фокусе и на энергии, а лучше всего это делать с нашими замечательными друзьями из Торнадо Энерджи. Есть замечательный баннер под окном трансляции. Кликайте на него, выбирайте любой вкус из 11 предоставленных. Ну, а завершали день в студии аналитики Сергей Смайл Ревин, Дмитрий Лайтов, Хэн Куприянов, меня зовут Герман Громов. Всем до завтра и пока.